Здравствуйте, уважаемые телезрители! На Юргане не политическая кухня. Передача, в которой мы встречаемся с хорошими людьми и готовим вкусные блюда. Сегодня наши герои – представители национально-культурной автономии Коми-Пирамяков. Посмотрим, каким рецептом они нас удивят. Людмила Алексеевна, расскажите, что мы будем готовить. Мы будем готовить Коми-Пирамяковские пельмени, мясные пельмени. Это мне уже нравится. И салат из редьки. Это интересное блюдо, никогда не пробовала, но, надеюсь, что-то новое, какой-то новый вкус почувствуем. Вот Анна, видимо, делала уже этот салат. Делали, да, кушман со сметаной, очень хорошо будет сочетаться с пельменями мясными. Я думаю, что со сметаной и с пельменями все будет вкусно. Так, с чего мы начинаем? Давайте, командуйте, вы у нас еще повар. Да, я распределю обязанности. Северин, вам лук нарезать, мелко нарезать. Понял. Анюте почистить редьку, нарезать на ломтики и замочить в воде. В воде замочить для того, чтобы там улетучились вот эти вот летучие соединения, которые в редьке присутствуют, чтобы не было запаха. Все, хорошо. А вы? А я буду, я начну с теста, потому что надеюсь, что когда вы обжарите лук, то доберетесь до фарша. Хорошо. Все, тогда приступаем. Как часто вы дома готовите? Я в основном работаю, у меня готовит все время все мама. Мне в этом плане повезло. Что мама готовит у нас дома? Ну, все, что душе угодно. Все, что захочешь, все приготовит. А в коме перменские блюда часто на вашем столе? Ну, это шаньги без выпечки. Раньше я была большой любитель шанги. Ну, по вам не скажешь. Ну, потом вовремя одумались и перешли на овощи. Рожь проращивала мама, и пистики делали, пирожки с пистиками. Пистики – это что такое? Это как полевой хвощ. Раньше люди его собирали и делали пирожки с ними, применяли салаты. Укроп, петрушка, салат. Такого не было. Было вот что. Поле собрали. То и съели. То и съели. Понятно. Ну, пельмени выбрали неспроста ведь в качестве сегодняшнего еда? Совсем неспроста. Я могу даже привести ссылку на ученого Рогова, который сказал еще 150 лет назад, что у коми-пельмяков пельмени – это национальная еда. Так что ничего привирать не буду. И поэтому и пельмени выбрала. Еще хочу сказать, что пельмени у нас делают из всего. Из всего. Из картошки, из сухих грибов, просто из грибов, из капусты, из брюквы. В последнее время в ресторанах, в кафе начали подкрашивать тесто. Или брустичным соком, или соком из шпината. И получается очень красиво, красочно. С зеленым цветом, с оранжевым оттенком. Но раньше у нас, конечно, такое не было. Вообще у вас пельмени сколько? Видов 8, наверное, да? Да, да. Мы считали, где-то так. Видов 8, да. Сколько лет уже коми-пельмяковая автономия? В уме-пельмяковая автономия в 2020 году, 24 января, отметит 10-летний юбилей. А сами как давно бывали на исторической родине? В 16-м году мы ездили туда 3 раза со своей группой синевой. Там межрегиональный фестиваль. И, значит, нас приглашают, и мы туда едем, поем там песни. Активные товарищи. У нас хорошо, у нас там живут родственники, мы заодно и навестили их. Получается, у меня двоюродные братья. Мама показала, где они в детстве, когда она была маленькая, жили. Все этот дом старый также стоит, существует. На сих пор стоит. Да, и хозяева такие хорошие нас пустили, мы зашли. И весь дом практически перестроен. Стены все заново обшито. Но когда спускаешься в погреб, вот там именно вот эта дверь, она так и осталась. Она осталась, но не на том месте. И хозяин, новый хозяин этого дома сказал, что очень хорошая дверь. Рука не поднялась выкинуть. Сделано так, что все новое, а дверь старая. И я, когда мы уходили из этого дома, я вот так дверь потрогала. Ну, прямо как вот к детству прикоснулась. Это же такое чувство. Я думаю, чем старше становишься, тем больше посещает вот это чувство какой-то ностальгии. В прошлом, а прошедшем. Так, что лет. Бывали, бывали, да, на своей исторической родине. Я здесь уже 40 лет. То есть вы родом прямо откуда? С Коми-Перемянского, получается? Да, с города Кудымкара. Больше, чем 40 лет. Если точнее, с 1972 года. Вообще, какие особенности вот в Коми-Перемянской кухне? Наверное, много используется каких-то вот растений, да? Все, что росло, все, что особо мне не надо тратить деньги. Все свое в основном хозяйство. Да, это верно. Много лесных вот даров. Грибы, ягоды, пистик, тот же хвощ полевой. Это наш бренд. Ну и вот у нас там в Коми-Перемянском округе есть даже праздник Рыжика. А. Да, такой вот официальный, но официальный, неофициальный, но на местном уровне. День Рыжика. Люди одеваются в костюмы Рыжика, готовят Рыжики, сочиняют песни-стихии. Мы, значит, речку, получается, просто почистили, да? Да, надо ее замочить, и теперь она... Пары отойдут, она не будет настолько горькая. Угу, сколько надо держать ее, чтобы она горечь пошла? Ну, в идеале часа полтора. Понятно. Ну, я думаю, что так и получится, наверное. А вы, значит, больше вегетарианка? Нет. Нет? Наоборот, мясоед. Мясоед. А Людмила Алексеевна, а вы тоже мясоед? Я в Сиет. В Сиет? Это хорошо. А я не вижу смысла придерживаться чего-нибудь одного. Я думаю, что нам, северянам, надо вообще... Не вегетарианцем должно быть. Нет, мясо. Мясо – это вот... Мясо – это жизнь? Да. Что-то отвергать или что-то, наоборот, возвышать в еде. Я думаю, это неразумно. Это даже противоречит каким-то христианским законам не сотворить себе кумира. В смысле еду. Можно есть все в меру. Но я особенно люблю рыбу. Не могу не сказать. Я, если будет предложено рыба и мясо, я скорее выберу рыбу. Какая у вас рыба любимая? Селедка. Я ее жарю, я варю из нее уху. Ну и в соленом виде, конечно. Так быстро. Я не успела глазом моргнуть. Да, я наоборот, тороплюсь, думаю, не отстать от вас потом. Даже почти не поплакал. Видимо, тут предыдущие рецепты дают у себя знать. Часто ли у вас какие-то такие масштабные кулинарные происходят на кухне события? То есть что-то готовите такое серьезное? Не так часто, но бывает. И что это обычно за блюдо? Вот обычно, как ни странно, это фирменный чебурек. Это чебуреки. Да. Может быть, это как-то я предаю своей идее национальной. Но очень все любят чебуреки. Такая еда. Но вы в чебурек побольше мяса кладете? Побольше. Ну, для себя же делать. Не так, как обычно в покупных. Нет, когда в покупных, то они прозрачные мясо. Мультыха это, а вот в наших-то прям. Чувствуется там мясо. Да, прям вот флотно все. Я делала чебуреки сама. Ну, и в муку добавляла яйцо, там что-нибудь еще такое. Думаю, получше, побольше, пожирнее. А у меня получалось не совсем то. Мне пришлось идти в чебуречную и спросить рецепт. И меня научили. То есть в муку не кладется ничего. Соль, вода и все. Не очень и сильно от пельменей отличается, если только размером. Как часто у вас в автономии проходят встречи? Есть какая-то регулярность? Регулярность, безусловно, есть. Ну, раз в месяц до мы встречаемся. У нас и есть свой план мероприятий. И дом дружбы тоже к нам обращается, когда нужно участвовать. В основном мы не отказываемся. В основном мы всегда участвуем. Получаем за это какие-нибудь благодарственные письма, грамоты. Нам радостно, что мы как-то можем популяризировать коми-пермяков. Вдруг кто-нибудь скажет, вы коми? Мы говорим, мы коми-пермяки. Вот даже это несущественно. Вот даже просто человек спросит, а вот ты коми? Я говорю, нет, я коми-пермячка. Для некоторых это одно и то же. По данным, по-моему, последней переписи коми-пермяков в России было больше 120 тысяч. Чем отличается коми-пермянский язык, допустим, от коми? Есть? Очень отличается. Очень отличается, да? У меня папа коми-ижма, а мама коми-пермячка. И бывало такое, что они между собой разговаривают, и слова совершенно не сходятся. И даже в ходе того, что можно друг друга не понять, что ты имеешь в виду. Все равно у всех разный диалект. Есть, что отличаются и слова, и даже значения слов по-разному. Ну вот по коми-керку. Керка у нас керку. Рубашка у коми у нас ернес, а у коми дарем. Да. Штаны у коми гач, а у нас вишьян. То есть абсолютно разный, абсолютно. Ну и много других слов. Так, мы пассеруем до какой степени кучок? А до степени мягкости. Мягкости, да? Мы потом его в фарш будем добавлять? В фарш. Так, Анна, вы работаете у нас в медицине, да? Да. У вас такая хорошая работа. Благородная. Благородная, да. Расскажите, что... Да, я работаю в роддоме, в перинатальном центре, в отделении патологии недоношенных новорожденных детей. К нам поступают детки, ну вот, маловесные детки, детки после реанимации, для дальнейшей реабилитации. Вот, просто дети с отделения новорожденных для дальнейшего лечения. Угу. Вот, мы лечим, кормим, выхаживаем, в общем, делаем все, чтобы малыш пошел с мамой здоровый домой. Как можно быстрее. Как удается наладить контакт с такими малышами? Ой, поначалу было очень как бы страшно, непривычно, они маленькие, может быть, и кило сто, может быть, пять килограмм, и каждому свой отдельный подход, а потом день за днем время идет, и уже видишь, у каждого ребенка, вот, если со стороны человек может сказать, нет у них характера, там они все одинаковые плачут и плачут. Нет, у всех, у всех детей свой характер, все интересные, за ними наблюдать интересно, особенно они, когда уже подрастут, у нас бывает такое, что детки до месяца лежат, из роддома они выписывают им уже больше месяца, и такие дети уже вот трех недель, они хотят ходить, гулять, рассматривать все, они уже не так, что вот они лежат, и запеленайте их. Нет, им надо вот и штанишки, и рубашки одеть, и поговорить где-то. То есть даже разговаривать это же, да? Разговариваем, берешь на руки, говоришь, что кричишь, вот что ты ругаешь, и он, и все, как бы вот, контакт нужен, надо общаться с детьми. Так, Людмила Алексеевна, так нормально? Достаточно. Достаточно, да? Достаточно. Все, все, отдыхай. Фарш смешать, посолить, лук добавить, яйцо добавить, да. Сколько человек у вас зарегистрировано в автономии? Ну, больше 70. Вы активно в автономии? Я думаю, да. Недавно получили благодарственные письма все активные члены от Дома дружбы. Кстати, то, что есть Дом дружбы у нас, насколько это хорошо, помогает развиваться в автономии. Это очень хорошо, без них не было бы многих автономий. Тесто у нас получается простое, да? Тесто пресное, достаточно упругое. Я отрезала небольшой кусочек и делаю вот такую вот колбаску. Дальше эта колбаска нарезается примерно на равные части. Таким вот образом. Так, а фарш, мы взяли вот, кстати, два вида фарша, да? Свинина и говядина. С чем это связано? Ну, если одна свинина, то это жирно. Если одна говядина, то это грубовато, потому что оно, ведь пельмень-то быстро варится. Вот, поэтому смешиваются два фарша, добавляется вода, потом лук и два яйца, чтобы это все держало форму. Раскатываются вот такие шарики. Я бывала у некоторых своих знакомых в гостях и видела, как там делают пельмени раза три. И я говорю, коми-пельмяки так не делают, они удивлялись, как я говорю, а вот так. Они были очень удивлены, потому что вот где я бывала и видела, они раскатывают большой такой сочень и стаканом, или стопкой большой накручивают кружки вот эти. Или делают пельменицы, но это уже вообще никакие ворота. Когда душа. Да, душой что-то. Кусочек. Кладываешь. Не просто вот это, это каждый, а не каждый, да. То есть получается, что мы вот это раскатывать-то мы как будем? Нет, нет, мы будем раскатывать. Это сейчас так у меня по собой скалка. А, вот, точно. Скажите нам про скалку, судя по ее лицу, не очень много лет. Судя по ее лицу, ей больше лет, наверное, пятидесяти. Я даже думаю, может, она вперед меня родилась, но все же скалка не скажет. И не знаю материал. Я где-то слышала, что делали из рябины, что вот эта рябина почему-то очень прочный, долговечный материал. Вот мы так накатали. Теперь сюда надо соль и воду. Так, значит, фарш у нас, два вида мяса, говядина, свинина. Мы добавим туда еще водички. Водички нам для чего нужны? А вода нужна для того, чтобы, во-первых, фарш лучше между собой перемешать. Во-вторых, чтобы соль там растворилась. Когда пельмень ешь, просто если он фарш, там мясо и мясо. А если там есть вода, как бы образуется сок, бульончик. О, это вкусно. Бульмени. Бульмени, да, настоящие. Пельмени. Прошу не путать. Вот, Северин, обратите внимание, вы видели, я сделала шарики, да? Вот эти шарики в муку. И вот так каждый шарик. Получается маленький сочинь. Дальше будет еще интереснее. Да, слушайте, технология у вас. Посмотрите. Необычная, но традиционная. Что-то, знаете, как будто бы у меня в руке пятаки. Да, вы так ловко управляетесь прям. Я отдельно. А вы попробуйте, их очень приятно трогать. Еще приятнее будет потом есть. Вот, вот такие делаем пятачки. А потом чуть-чуть скалкой доработать, и получится уже окружность. Ну, у нас тут сегодня фарш. Пельмени налепим так, весь ресторан тут можно накормить будет. Это хорошо. Коми-пермики ведь не жадный народ. Анна, расскажите нам, пожалуйста, про коми-пермики. Коми-пермики такой народ, вышедший из леса. По легенде. По легенде. Добрые, отзывчивые люди. Ну, основная, наверное, деятельность всегда была рыбалка, охота. Охота, да, рыбалка. Промысловый такой народ. Все, что вот лес. Лес, да. Как и у всех, наверное. Вот насчет жадности. Жаден человек почему? Потому что у него что-то есть. И отдавать он это не хочет. И делиться он это не хочет. Потому что мало самому останется. А у пермяков настолько ничего не было, что они генетически жадность в себе не развили. Ну, нет ничего. Только лес. Если почитать исторические книги, то вот эта национальность, она признавалась самой бедной и притесняемой. Я сама вот признаю, что да, в деревенском доме была лавка и стол. А спать на пол, в шубах, в овчинах, в чем-нибудь. Это я сама так еще застала это время. Мы приезжали к бабушке, и мы спали на полу. И был стол и лавка. А потом зеркало и радио еще. Сейчас еще остались люди, которые живут так традиционно? Все-таки теперь, я думаю, телевизор уже есть в каждом доме. И кое-какой достаток есть. Молодежь едет в большие города. Большие или поменьше. Но в города надо детям учиться. Ну, нельзя на месте стоять. Мы, кстати, тоже уехали по этому. А вы, кстати, тоже с медициной связаны? Это моя первая профессия. Первое образование, первая профессия. А потом я подумала, что этого маловато. И закончила лесотехническую орден Ленина, Ленинградскую академию. Я инженер-химик-технолог. И работала я и по этой профессии, и по другой. Сейчас это у вас красиво получается готовить. Спасибо. Это традиция. Добавляем в наш фарш лук. Там у нас уже яйцо, да? Яйцо, соль, вода. Полепить мы, наверное, будем все. Да, пельмени, это как я себя помню. Вы, получается, еще застали ту самую деревенскую жизнь, да? Да, да. Нас летом отправляли к бабушке. И мы туда ездили, мы с сестрой, потом у меня двоюродные братья. И мы там проводили какое-то время. Родители отдыхали. Потом родители приезжали на сенокос и косили сено для коровы. Чем вы занимались? Как проходило ваше детство? Ну, мы ходили за грибами. Это я хорошо помню. Мы ходили за земляникой с бабушкой. А там дети, мы бегали, играли в игры всевозможные. Это было нечто. Сейчас таких игр нет. Они забыты. И вот это как вечер. Все дети, молодежь собираются где-то там подальше. И начинаются игры до самой ночи. Никто ни за кого не боялся. Никто никого не провожал с места на место. Ну, там вот как сейчас боишься детей отпустить. Все было хорошо, демократично. Хоть ночь-полночь возвращайся. Ну, я имею в виду девушки или парни молодые. Вот мы там играли. Мы пошли в лес с бабушкой. А пить хотим. А раньше же ничего такого не было, в чем взять с собой пить. Ну, и потом, если вот только вот эти вот чуманы, как они называются, вот эти крыночки, да, ну, громоздки, зачем. И я иду и говорю, бабушка, ну, по коме, я пить хочу. А она говорит, сейчас найдем ключ и попьем. Отличает мне по коме пермецки. Я опять иду и про себя думаю, уже боюсь спрашивать-то сколько раз, все пить-допить. А про себя думаю, ну, где мы в таком лесу найдем ключ? Ключ у меня в понятии, это где-то чайник лежит, где-то ключ есть, значит, откроешь дверцу, возьмешь чайник и нальешь. Я совсем маленькая была, постарше, я уже знала, что такое ключ. И я иду и думаю, ну, бабушка ты, бабушка, ну, где мы найдем в лесу ключ? И все, шла и молчала. А когда мы нашли какую-то лужицу, тогда я и поняла, что это ключ. И он был не совсем еще тот ключ, который течет с какой-то возвышенности, чистой. Это была какая-то такая лужица. Бабушка набрала, наверное, в кружку, все-таки было что-то. И мы через платок, оделся платок на это, и через платок, чтобы уже грязь нам не попала, пили. Еще один случай интересный, это уже с земляникой связано. Пошли мы с земляникой, я, бабушка, двоюродный брат мой. И мы вот эту, которую землянику нашли в своих кружечках с братом, то все и съели. А бабушка говорит, смотрите, не ешьте до дома, несите дома, с молоком поедим. Не ешьте все. А что же нам, скажи, не скажи. Мы всю съели землянику. Вот буквально всех кружки выскребли, пришли домой и думаем, ну вот, теперь мы все свое съели. Как мы теперь, бабушка, теперь сама свое будет есть с молоком, а мы уже все. И очень было наше радостное удивление, когда бабушка из своей уже кружки нам дала земляники с молоком. Никогда не забуду. Так, ну что, вы готовы? Ну, наверное, готовы. А деревня, кстати, называлась Пекан. А у нас есть такая трава, Пекан, которую мы едим, в пищу употребляем. По-русски это было Пеканово, а по Коми-Пермятске, если это Пекан, деревня Пекан. Вот, и вот из этого Пекана, когда он вырастает довольно-таки большой, делается музыкальный инструмент, многоствольная флейта. Да, Коми-Пермятский национальный музыкальный инструмент. Так, ну вот, я думаю, пока этого хватит, хотя у меня еще тут. Ну, мы тесто там наделали, да. Ну, такой скалкой по голове ты не ударишь в три часа ночи, когда муж пьет. Пермики видов. Да, забыли. Это еще раз доказывали. Так, значит, я, наверное, я буду успевать одна делать, а вы только... Есть. Нет, а вы лепить. Вот когда верю кисочень, да, давайте я первый покажу. Давай. Вот я вот так слепила, можно еще немножко рукой вот так вот края прищемить, чтобы они были плоские, более плоские. Так, я, наверное, много мяса положила, будет класть поменьше. Ну, вот точно, нежадные точно смотрят. Да. От души туда. И вот так вот прищемляем, а потом кладем на палец, и вот так чуть-чуть я буду меньше мяса красить. Потому что вот, видите, как... Давайте раскатывать больше шарики. Они тогда будут тонкие. Наверное, у всех в детстве, когда все же раньше лепили пельмени, у всех был счастливый пельмень. И в нашей семье тоже, когда лепили пельмени, папа всегда клал счастливый пельмень, картошку. И я почему-то, вот сколько я себя помню, всегда пыталась запомнить, где на противне, у нас как частный дом был, мы выносили на улицу, в коридор эти пельмени на противнях замороженные. Я всегда пыталась запомнить, куда папа его положил, но никогда. Он мне два раза только случайно попадался, а так, чтобы целенаправленно я выходила, набирала и искала этот пельмень. Нет, невозможно было найти, но все верили, что именно в этот день тебе повезет, когда мы... И как? Срабатывало? Везло. До сих пор везет. Пельмень нашел, уже повезло. Вот, посмотрите, Анюта Северин, когда вы защемляете, вы не просто так, а как бы втираете друг в друга, видите, как я... Вот так. И вот эта кромочка, она немножко завивается. Так что вооружайтесь ложками. Ответственность за пельмени несем втроем, так что старайтесь. Пельмени на троих. У вас такой мужской получился. Да. Богатырь. Вот, это я. Что-то я разошелся. А вы знаете, у нас еще, у коми-пермяков, заслугу считается, если пельмешки маленькие. А, вот так вот, да? Да, не то, что большой какой-то такой, а именно маленький. Я думаю, тут есть практический смысл. Почему? В чем? Меньше съешь. Ага. Как получается? Вот мы когда ездили в Кудыкар со своей группой на региональный фестиваль, что меня удивило. Там продавали выпечку. И такие маленькие, аккуратненькие пироги. И с такой начинкой, и с такой. Ну вот чуть побольше пельменя. Вот видите, как я делаю быстро? Да. У вас как-то лучше получается. Я помогу вам, не волнуйтесь. Я вот это сейчас все раскатаю. Паш, пойдем пельмени лепить будешь? А есть будешь пельмени? Ты хитрый какой. Ну ладно. У вас есть подсобная хозяйство? Есть. Есть дача. Вы такой дачник, отдых, любящий отдых или дачник? Я дачник, который любит порядок и толк какой-то и все такое. Отдых в этом и заключается, когда у тебя на огороде чистота, порядок и есть из чего сварганить обед, именно что выросло. Отдых, ну, я не знаю, отдых ведь это перемена деятельности. Вывозим туда кошку, и кошка там живет полноценной жизнью. Ловит птичек, если сумеет, иногда они ее ловят. Стая нападает на кошку, было не раз, она тогда спасается бегством. Да, она у них или гнездо, или что находит, и они начинают ее атаковать. Мы решили, что лепить пельмени просто так вот в тишине неуютно. Поэтому наши герои позвали с собой ансамбль «Иньва». И сейчас для вас этот коллектив исполнит красивую коми-пермятскую песню. Мы готовы слушать. Мы пока будем лепить, чтобы, так сказать, не терять время, а великолепный коллектив для вас сейчас исполнит красивую песню. Слушаем. МИЕ ТОЖЕ КОПИЕСЬ 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 КОПИЕСЬ МИЕ ТОЖЕ КОПИЕСЬ Это настоящий чеснок. Целый чеснок. Да, честный, целый чеснок, даже две на такую порцию. И он прям целиком закладывается, очень приятный аромат отдает. Мы когда вам накладываем, скажите, пожалуйста, рецепт. Кого? Да. Здесь красное мясо курицы и барбарис, это как дань Востоку. Ну, а все остальные ингредиенты, чесночок, кинза, это все как в классическом пове. Сначала подготавливаем все овощи, пережариваем их в казане, они становятся немножко карамельного цвета. Потом закладываем мясо, еще раз все пережариваем. Потом уже закладываем рис и вставляем туда чесночок. И все это томим минут 30. Вот для нашего риса 30 минут даже оказалось многовато. Можно покипятить минут 10-15 и все это под крышкой оставить настаиваться. В самом конце уже немножечко перемешать. Слушайте, он очень вкусный. Интересный такой рис. Я хочу сказать, что плов это одно из моих любимых влюбок. Это чувствуется. Это чувствуется, потому как он вкусный. Мы не могли обойти стороной, конечно же, этот момент, момент творчества. Мы сегодня пели, но решили еще почитать стихотворение. А называется «Компермятская застольная». Автор я. На земле пермятской нашей много лет из года в год щи варили, ели кашу. Был и лес, и огород. Пермяки народ бывалый, им ума не занимать. Если хлеба не хватало, надо пестика набрать. Если подойти умело, с голоду не пропадешь. И пекан годится в дело, его с квасом разведешь. Летом ягоды поспеют, рыжики потом пойдут. Что-то варят, что-то сушат, что-то сечкою секут. А на праздник непременно в кружках пенился ирэш. Хоть с кушманом, да пельмени вдоволь пей и вдоволь ешь. Шаньки с ячневою кашей, сур налит, да черинянь. Веселились люди наши под гармошку да баян. Черинянь с речной рыбой духом наполнял весь дом. Вот скажите, вы могли бы позабыть о крае том? И любой пельмяк ответит, этого не может быть. Там и солнце ярче светит. Как же Родина забыла. Красивое сетеварение. Сегодня у нас и кушманы, и пельмени, жалко нет, и рэша. Вкусно все. Традиционно. Мы приготовили очень вкусные блюда. И наши герои, и ресторан Каплиани, где вас всегда будут рады видеть. Голодными отсюда вы не уйдете, да точно. Друзья, спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашей программе. Желаем вашей национальной культурной автономии развиваться. Спасибо. Заявлять о себе. Пусть маленький, но гордый. Да. Вот. Желаем вам здоровья и всего самого хорошего. Вам тоже желаем удачи. Всегда, чтобы было много гостей. И всего хорошего по жизни. Прощаемся ненадолго. Желаем самого хорошего и вкусного. До встречи на Неполитической кухне. До встречи на reportedение. До встречи на субтитрах. До встречи на субтитрах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»